Ну что, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, там несколько студентов подключились к нам. Мы начинаем презентацию блока магнитный резонанс, который преподаватели нашей, кафедры нашего направления ведут на учебной программе физика, на физическом факультете. И сначала я бы хотел рассказать чуть более подробно о том, как устроен наш физический факультет и почему мы говорим сейчас про учебную программу физика и блок дисциплин магнитный резонанс. Значит, смотрите, физический факультет состоит из нескольких кафедр, и каждая кафедра ведет один или несколько блоков дисциплин по направлению физика. Вот тут на этом слайде они выделены зеленым цветом, блоки дисциплин. И может вести, не все кафедры ведут, блок дисциплин по учебной программе прикладная физика и математик. Тут он красненьким выделен. Значит, вот при этом кафедры у нас могут вести либо один блок по физике, либо несколько блоков по физике, в зависимости от того, какой эти кафедры величины, большие они или маленькие. И если переходить конкретно к нашей кафедре ядерно-физических методов исследования, то наша кафедра очень большая и состоит она из трех отделов, которые, в принципе, преподают различные учебные дисциплины и, соответственно, различные блоки. То, о чем мы сейчас будем говорить, блок магнитный резонанс, который имеет номер 4 в учебном плане, ведется преподавателями отдела квантовых магнитных явлений. Ну, кроме блока по физике магнитный резонанс, наши преподаватели, преподаватели только отдела квантовых магнитных явлений, а не других отделов нашей большой кафедры, участвуют также в преподавании блока вычислительной информационной и томографической технологии на направлении, то есть на учебной программе прикладная физика и математика. В общем, да, ну и вот этот блок прикладной физики, вот тут стрелочкой показано, ведут совместно с нами еще преподаватели с кафедрой вычислительной физики. Смотрите, значит, как выглядит учебный план по физике. Ну, если кто-то умудрится раскопать этот учебный план в недрах нашего университетского сайта, то вы можете увидеть, что начиная с третьего курса, с пятого семестра, имеется вариативная часть периода обучения, и в ней написано «Блок дисциплин по выбору». Значит, вот студенты должны будут в конце второго курса выбрать один из этих блоков, и тем самым они выбирают сразу несколько курсов по специальности, которые читаются в рамках этого блока. Это и есть выбор студентов. Ну, например, вот в пятом семестре на всех блоках ведется по одному курсу. На блоке магнитной резонанса это курс введения в ядерный магнитный резонанс. На шестом семестре это уже два курса, экспериментальные методы и основной курс по магнитному резонансу. В седьмом курсе еще больше, то есть в седьмом семестре, в восьмом семестре еще есть курсы. Выбирая магнитный резонанс, вы тем самым выбираете все вот эти курсы, которые взаимосвязаны друг с другом, и они отличают специфику, вот отличают каждое из этих направлений, из этих блоков друг от друга, от тех блоков, которые ведут преподаватели других кафедр. Но вот на прикладной физике, если кто-то умудрился с прикладной физики подключиться, там немножко сложнее, там блоков дисциплин нету, там все дисциплины выбираются из, одна из нескольких дисциплин выбирается в каждом из семестр. Теперь я хочу познакомить вас с преподавателями кафедры, некоторые из которых будут в рамках сегодняшней презентации показывать свои направления исследователей. Возглавляет наш отдел профессор Владимир Иванович Чижик и все преподаватели, которых вы здесь видите, и научные сотрудники могут вести, ведут занятия и могут давать курсовые работы и бакалаврские работы нашим студентам. Здесь я показал наш, как называется точно, наш отдел квантовых магнитных явлений, кафедры ядерно-физических методов исследования. Как я сказал, что это одна треть от нашей большой кафедры, и мы ведем независимо от других частей нашей кафедры курсы. В ВКонтакте у нас есть группа, которая называется nmr.fiz, то есть это Nucleomagnetic Resonance.phizica. Ну и сейчас я хочу предоставить слово Владимиру Ивановичу Чижику, для того, чтобы он вкратце рассказал, что такое ядерный магнитный резонанс и каковы основные направления исследований на нашей кафедре. В основе ядерного магнитного резонанса, явление, которое мы будем с вами рассматривать, эту основу составляет взаимодействие магнитных моментов ядер с внешними магнитными или внутренними, которые действуют в веществе, магнитными полями. И вот в экспериментах мы регистрируем ислучение или поглощение электромагнитных волн при переходах к ядер, при изменении ориентации магнитного поля в магнитном поле, при ориентации магнитных моментов в магнитном поле. Эти кванты энергии очень маленькие. Они в масштабах по сравнению с тепловым движением h-ню много меньше, чем kt. Ну где k в постоянной больствии, а т абсолютная температура. Вот это соотношение имеет очень большое и важное следствие. Что исследования, которые мы проводим, являются не только бесконтактными и неразрушающими, но отличаются исчезающим малым воздействием на физико-химические свойства исследуемого вещества. Этим отличается очень малое количество методов исследования веществ. Вот если мы поместим вещество в магнитное поле, В0, то самый идеальный случай был бы, если магнитный момент В ядер, выстроились все в одном направлении. Но оказывается, эта идеальная картинка не реализуется в веществе, потому что в веществе всегда есть флуктуирующие электромагнитные поля в результате всяких взаимодействий ядер, электронов и так далее. И вот эти флуктуирующие поля начинают разбалтывать порядок вот этих магнитных моментов. В результате мы получаем некоторую картину, когда ядра хотят своими магнитными моментами установиться вдоль поля, а флуктуирующие поля, которые имеются в веществе, разбалтывают их ориентацию, и мы получаем некую компромиссную магниченность, макроскопическую, М0, которая прямо в пропорциональной величине прикладываемого поля и обратно в пропорциональной температуре. Вот эта ситуация механически может быть регистрирована таким образом, что вот если мы на стол поставим компасы, они стремятся выстроиться по магнитному полю Земли. Но если мы стол начнем трясти, ориентация их разболтается, и будет какая-то, ну, вот, в общем-то, компромиссная ориентация. В отличие от этой классической картинки, ядерным магнитным моментам разрешено ориентироваться в строгих определенных ориентациях относительно Б0. И вот с точки этого явления, ядерно-магнитный резонанс, может наблюдаться во всех, на всех элементах периодической таблицы, потому что у каждого химического элемента есть хотя бы один изотоп с магнитным моментом. И вот тут очень важно подчеркнуть, что слово ядерный здесь не ассоциируется ни с какой радиоактивностью. Мы работаем со стабильными изотопами, и вот у всех элементов есть хотя бы один изотоп стабильный, у которого есть магнитный момент. Поэтому явление ядерно-магнитного резонанса весьма универсальное. С точки зрения квантовой механики, разрешенная ориентация магнитного момента, вот слева картиночка, фактически определяет нам систему энергетических состояний ядер в магнитном поле. И вот ядра стремятся выстроиться по полю, поэтому нижние уровни по полю более обогащены населенностью, чем верхние. Однако разница вот этой населенности относительно небольшая. Внутренние поля, которые действуют вещества, вызывают переходы между этими состояниями. Этот процесс называется релаксацией. И она в результате этих вот обменов энергии с тепловой энергией носителей магнитных моментов и возникает вот это вот равновесное распределение ядер по энергетическим состояниям. Явление ядерного магнитного резонанса субога квантовое явление. Но поскольку появилась макроскопическая намагниченность нашего образца, то можно ожидать, что это поведение макроскопической намагниченности хорошо описывается классическими уравнениями. Так она вышла. Вот наверху намагниченность ядерная описывается таким уравнением. Первое слагаемое – это момент сил, действующий на намагниченность. Этот момент сил приводит к тому, что макроскопическая намагниченность прицессирует вокруг поля В0. На определенной частоте круговая частота на частоту омега-0 равняется гамма-небо-0. А гамма – это и есть универсальная характеристика каждого изотопа. Это отношение магнитного момента к моменту количества движения, то есть к спину ядра. И вот такая вот история получается, что мы можем регистрировать, оказывается, вот прицессия этой намагниченности. Еще со школы известно, что ЭДС на катушке, вот мы если обмотаем образец с катушечкой, ЭДС будет пропорционален производной по времени от магнитного потока, который создает эту намагниченность. В результате можно высчитать, что амплитуда сигнала при прицессии вектора вокруг поля В0 будет равна вот такой, будет пропорционально частоте резонанса, ну, магнитности, которую мы рассматриваем, число витков, M в этой катушке, площади витка. И есть еще параметр Q – это добротность контура радиочастотного, который принимает этот сигнал. Просто если мы сделаем, как в приемнике, радиоприемнике, катушку, настроенную на определенную частоту, то мы будем лучше регистрировать эти сигналы. В дальнейшем мы будем использовать следующие вещи. Частоту ядерного магнитного резонанса. С точки зрения классической физики – это вот эта прицессия. С точки зрения квантовой физики – это частота квантов, которые возникают при переходе ядер между энергетическими состояниями. Она точно такая же из квантовой механики получается. Теперь амплитуда сигнала нам будет важна. И еще так называемые временари или скорости релаксации. Это постоянные, которые определяют масштаб времени, установление на магниченности в поле В0. Это параметр Т1 до величины равновесной М0. И скорость распада поперечной компоненты. Вот эти вот макроскопические параметры очень хорошо измеряются в эксперименте, но связь этих параметров со строением вещества дается только квантовой механикой. Оказывается, что эти параметры зависят от молекулярной подвижности, то есть от скорости молекулярного движения в веществе. Вот этих, в общем-то, понятий нам хватит для того, чтобы поговорить немножко более детально. Вот оказывается, что все ядра у нас расположены все-таки в атомах. А в атомах – это значит, что ядра окружены оболачкой электронной. А электронная оболочка под влиянием поля В0 немножко экранирует это поле. Это приводит к тому, что частота резонанса определяется не формулой, что частота равняется гамма на В0, а чуть-чуть меньше, потому что электронная оболочка экранирует это поле. Влияние это очень маленькое. То есть вот этот параметр сигма, который называется константой электронного экранирования, он очень маленький. Он порядка 10 минус 4, 10 минус 5 по сравнению с единицей. А к чему это приводит? А приводит это к тому, например, что вот из вещества, валовая формула которого есть С2 – углерод, H6 – водород, О – кислород, может оказаться два построенного вещества. Это одно, которое пристальное внимание человечества издавно привлекает. Да, это этиловый спирт. А второе вещество – это диметиловый эфир. Вот что будет со спиртом. Атомы, ядра водорода находятся в трёх неэквивалентных группах. Это приводит к тому, что экранирование в каждой молекулярной группе разное. И это приводит к тому, что возникает три группы линий. В группе CH3, в группе CH2 и OH. Три группы линий. А получается не одиночные вот эти линии, а мультиплеты, потому что ядра вот этих молекулярных групп ещё взаимодействуют между собой. И в результате возникает вот эта вот сложная такая спектральная характеристика этилового спирта. А вот диметиловый эфир – здесь эквалентные две группы. Поэтому здесь одна линия только. И вот в зависимости от сложности вещества у нас, получается, спектры ядерного магнитного резонанса разной сложности. Вот, например, здесь приведены примеры. Уже резонанс ядер углерода С13. С13 – всего 1%. Основной изотоп С12 не имеет магнитного момента. Так вот, смотрите, здесь вот есть спектры, они написаны. Здесь смесь разных веществ, в том числе витаминов. В1 и В3, которые, ну, в житейске мы все знакомы, что витамины – вещь полезная. И вот, посмотрите, здесь написано над линиями, которые принадлежат к В1 или к В3. Мы по наличию этих линий или отсутствия можем судить, есть такой витамин в организме или нет, например. А вот, например, с Силасяном Олеговичем Рабданом мы в рамках одной из научно-исследовательских работ исследовали состояние белков при воздействии на них, скажем, ну, скажем, перекиси водорода. Вот тут уже получается очень много – это фрагмент белка – очень много атомов водорода, углерода и так далее. Вот водородный спектр получается очень сложный. Тут сотни линий получаются. И вот здесь фрагмент, например, показан. И здесь показано различие. Что будет при воздействии на белок, скажем, вредного вещества – это синяя линия. И невозмущенные – это вот красная линия. Современная квантовая теория позволяет рассчитать эти спектры. Обычно расчеты ведутся на определенной модели. То есть мы моделируем какое-то взаимное расположение атомов и считаем, какой спектр ЯМР получится – ядерно-магнитного резонанса. Если он совпал с экспериментальным, значит, мы правильно принимаем строение молекулы. Если не совпал, мы рассчитываем в новую модель. И перебор моделей до совпадения с экспериментом можно получить в машине. Вот одно еще приложение спектров высокого разрешения. Это работа, которая проводится совместно со мной, доцентом Андреем Викторовичем Егоровым. Здесь координаты, где можно рассказать. Старшим научным сотрудником Владимиру Викторовичем Матвеевым, научным сотрудником Александром Вячеславовым Ильевым. Вот исследуя спектры атомов ядер водорода, водородики здесь, принятые у химиков обозначения, не нарисованы. Они вот в этих уголочках задержатся либо группа CH2, либо группа CH3 на конце. И одиночные водородики вот в этих углах вот этого колечка. Линии эти легко интерпретируются. Каждому номеру есть соответствующая линия. И мы можем исследовать свойства поведения ядер, из-за этого атомов, в разных частях молекулы. И сопоставлять информацию между собой. Вот в результате ядерно-магнитный резонанс позволяет еще измерить коэффициенты диффузии. Исследования в ядерно-магнитном резонансе всегда сопутствуют, в сочетании с теоретическими или расчетными методами. Вот этот вот метод молекулярной динамики был применен для расчета коэффициентов диффузии. Они здесь вот светлыми кружочками обозначены. А экспериментальные полные кружочки. Видите, хорошее совпадение. А метод молекулярной динамики вам расскажут. Но состоит он, грубо говоря, в том, что записываются потенциалы взаимодействия между различными атомами вашей системы и считаются на основании уравнений Ньютона законов, как они двигаются. И вот здесь вот пример, что у нас получилось в расчетах. И вот те колечки, которые были нарисованы. А вот так получается их движение, которое, в общем-то, вот компьютерно рассчитывается, как ведут себя молекулы воды. Из той сложной картинки выбраны только молекулы воды. И вот такого типа исследования ведутся в разных областях разных физической химии или химической физики. Но тот результат с ионными жидкостями, которые в последние десятилетия получили очень большое распространение, привело к чему? Что вот в 2015 году группа японских ученых на основе нейтронных исследований выдвинула модель, что смесь ионной жидкости с водой представляет собой набор капелек воды между молекулами ионной жидкости. Наши исследования, которые мы провели, доказали, что они неправы, что вот теперь модель более правильная такая, что молекулы ионной жидкости собираются в такого же размера, как они предположили, 3 нанометра капельки, а вода-то бегает между ними, они собираются в капельки. Ну вот, например, это уже опубликовано в 2019 году, и на эти наши работы есть довольно большое количество ссылок в литературе. Еще одно приложение ядерного магнитного изонанса, магнитометрия. Вот если мы знаем, что частота резонанса прямо пропорциональна магнитному полю, то метод измерения магнитного поля можно свести к вычислению частоты ядерного магнитного резонанса. Вообще измерение частоты процедура гораздо более точная, чем измерение магнитных полей индукционными или другими методами. И вот перевозные магнитные магнитометры сделаны на основе ядерного магнитного резонанса. Вот они так примерно реализуются на практике. А вот пример, который был сделан у нас в университете. Вот этот дворец, вы, наверное, знаете, этот биологический сад, который примыкает в парке, примыкает к электричке. Это здание усадьбы, в котором располагается биологический институт. Они попросили нас разведать магнитную структуру полей около этого дворца. Вот было интерпретировано. И найдены были засыпанные колодцы, некие трубопроводы, вот и так далее. Выпускник нашей кафедры, еще вот отдела квантовых магнитных явлений, Смекалова Татьяна Николаевна, занимается как раз приложением ЕМА для изучения археологических памятников Крыма. Там гончарные печи и так далее. Вот она сейчас работает в университете, в Крымском федеральном университете. Она зав. отделом и успешно очень работает. Ядерный магнитный зараз в магнитном поле Земли оказывается, можно использовать для наблюдения сигналов от воды, которая спрятана под поверхностью. Вот новосибирскими учеными были созданы такие приборы. Они по всему миру ездили и вносили свой вклад в поиск воды. Но гораздо более важно наблюдать ядерный магнитный резонанс в поле Земли в лабораторных условиях. Он имеет целый ряд особенностей, которые ценны. Но в силу того, что магнитное поле маленькое в Земле, эти сигналы АМР слабые. И поэтому большая и трудная техническая задача регистрировать эти сигналы. Но Павел Алексеевич Куприянов на основе работ, которые он провел в этой области, создал прибор, защитил кандидатскую диссертацию. И вот примеры спектров ядер Втора и ядер основного изотопа Втора и Втора-19, эти ядер водорода приведены на этом примере. Ну, в заключении практически я вам сейчас расскажу о самом ярком, пожалуй, не самом значимом в научном плане достижении, но самом ярком достижении с точки зрения обычного человека, с точки зрения человечества. Это так называемая магниторезонансная томография. Цель томографии – получить информацию о каком-то слое в организме, ну, вообще в любом предмете, но самое насущное – это то, чтобы получить информацию о строении живого организма, в первую очередь, человека. Вот задача построить некое изображение, не нарушая целостности улыбающегося вот этого товарища, вот, получить строение его мозга, но строение, конечно, важно и объемно получить, но объемно очень неудобно информацию представлять, поэтому обычно это набор слоев делается. И вот надо, по сути дела, умудриться наблюдать сигнал от маленького воксела, от маленького воксела, который с точки зрения вычислительных всяких дел при компьютерной обработке называется пикселом, да? Ну, вот, если мы в этой области используем все черты ядерного магнитного резонанса, это сигнал, амплитуда сигнала, теперь, если мы сделаем в образце магнитное поле однозначной функции координат, мы будем знать тогда однозначно, какая частота есть в какой точке образца. А, тогда, сделав фурье преобразование сигнала, мы можем получить, как распределяется вещество в том или ином слайе, скажем, или более общее в объеме. Но беда в том, что нельзя создать такое поле, которое было однозначной функцией координат. Поэтому приходится делать несколько последовательных экспериментов, прилагая неоднородные поля в трех взаимно перпендикулярных направлениях. В результате получается прибор, который состоит из магнита, градиентных катушек, которые создают неоднородные поля магнитные, радиочастотные, которые принимают сигналы EMR, и целый комплекс на основе вычислительной, конечно, техники, вот аппаратуры. Внешне этот прибор выглядит сейчас таким образом. Это сверхпроводящий соленоид, очень дорогое устройство, которое создаёт сильное магнитное поле, куда можно разместить и целого человека. Картинки, которые при этом получаются, вот, достаточно ярко иллюстрируют возможности. Это передний край медицинской диагностики. Ядерно-магнитная резонансная томография даёт рекордное разрешение пространственное относительно информации о строении тела. Здесь разные части тела, голова в разных вариантах, начало позвоночника, конец позвоночника, сустав, молочная железа там и так далее. Надо сказать, что приборы, вот этот метод, назван магниторезонансной томографией, а не ядерно-магнитной резонансной томографией. Почему? Это во всём в мире так. И в русскоязычной терминологии, и в англоязычной слово ядерное убирает чисто в психологических моментах. Дело в том, что слово ядерное в быту обычно ассоциируется с радиоактивностью, а здесь ничего и рядом не стояло. Мы работаем со стабильными изотопами, поэтому и подвластны нам изучению любые вещества. Ну, а, например, оказывается, что, помните, я о временах релаксации сказал, что скорость с остановлением магниченности в разных объектах, она разная. Играя на этом параметре, можно изменять контраст изображений. И вот, например, здесь, например, выделение жировой ткани во всем теле, да, зная полный объем тела, можно процент жировой ткани и вырастное деление по организму. Это касается и других вариантов. Ну, а теперь вот рекордные еще варианты. Когда магнитные поля очень сильные, их можно сделать только в маленьких объектах. Поэтому вот то, что я вам сейчас показываю, можно сделать только на маленьких объектах. Это вот крыса. Red heart. Сердце крыш. Сейчас уже эта техника достигла такой совершенства, что можно в режиме реального времени получить изображение. То есть это фантастика. Применение, конечно, не только в медицинской диагностике. Например, здесь растение. Это не срезанная ветка. Это изображение годовых слоев, полученное в живой ветке с помощью магнитно-резонансовой томографии или, например, в корне. Можно посредить за развитием, вот тут месячное развитие корневой системы. Ну что? Оказывается, что сигналы движущихся объектов АЭМР отличаются от стационарных, поэтому можно их отделить, математически выделить и тогда уже получить, например, отдельно изображение кровеносной системы. И изучать диффузию. Я говорил, что еще диффузию можно измерять. Так вот, вот здесь, например, на основе установления анизотропной диффузии в мозге можно получить систему вареволокон. А вот здесь пример. Это в голове певчьей птички летом нейроны. Вот так вот выглядят. А летом, когда прошел период необходимости привлечения самки, скажем, это успокаивается. Вот такие вещи, конечно, на более высоком уровне можно делать и в человеческом теле. Ну, в общем, на этом я и заканчиваю. Что здесь вот важно? Что теперь даже и животные могут быть исследованы. Вот видите, животных, конечно, надо усыплять. Иначе они будут двигаться и нарушат всю эту картину. В общем-то. Здесь даже очереди. А у нас на кафедре Стасий преподаватель Тетюкин Константин Викторович. Вот он сейчас, он преподает в этой области и может внести работу. Теперь вот на основе того, что я рассказывал, присуждено, дала на короткую историю ядерного магнитного резонанса. Ему фактически до 80 лет всего. По сравнению с другими отраслями науки, в общем-то, это детский возраст, можно сказать. Но уже вот пять Нобелевских премий за разработку, за регистрацию впервые в 37-м году Раби, американский ученый индийского происхождения, его зарегистрировал. В 44-м получил Нобеля. В 46-м году две группы американских авторов независимо зарегистрировали ЯМР в конденсированной фазе. И это именно то, о чем я сейчас вам все рассказывал. Вот. Нобеля. Затем за развитие спектроскопии высокого разрешения получена была еще одна премия швейцарским ученым. Затем Курту Витриху за применение, за разработку метода расшифровки трехмерной структуры биологических макромолекул, чисто основываясь на единственном методе ЯМР, тоже была просвечена вот Нобельская премия. И за томографию тоже вот Лотербург и Монсфолд получили Нобельскую премию две последние уже в этом тысячелетии. Вот здесь с двумя звездочками отмечены Нобельские премии, которые предшественниками этих работ были российские ученые, в том числе и Ленинградского тогда, ныне Санкт-Петербургского университета. Об этом вы узнаете, если будете учиться у нас. Вот. Теперь еще одна фраза, и я заканчиваю. вот так вот выглядит современная аппаратура, и у нас есть в университете ресурсный центр, который оборудован пятью такими вот приборами высокого разрешения ЕМР, и там работают наши выпускники, в частности Михаил Андреевич Вовк, вот, он учился как раз непосредственно у меня, мне его приятно вспомнить. Вот. И спасибо вам за внимание и терпение. Физфакт чемпион. Нашими учеными нашего коллектива написаны книги, монографии, которые есть и на английском языке, изгнательством Сплингера, скажем, изданы. Так что прошу вас обратить внимание на этот вот коллектив, а некоторые детали вам еще подчеркнут выступающие после меня ученые. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Слово предоставляется профессору Маркелову. Ну, здесь я очень кратко хотел рассказать о объектах, которые мы исследуем, в том числе с помощью ядерномолитного резонанса, а именно это дендримеры, древовидные мархомолекулы. они не так давно синтезированы, имеют большое значение и практическое. В нашей группе мы от развития теории до синтеза и даже цитологических исследований проводим исследования таких объектов. это первая часть. Вторая часть это первооперационная, это где мы помогаем химикам с химического факультета разделять жидкости, например, воду и спирт. То есть спирт можно отделить только до медицинских значений, там 96, а с помощью этого метода можно добиться и 99. То есть тоже огромное практическое значение и вот мы для них моделируем и исследуем в том числе и методами ЕМР мембраны композитные, которые позволяют разделить эти вещества различные, для которых в том числе можно делить разные сорта нефти. И немного о себе в моей группе достаточно активная коллаборация с различными университетами и большая публикационная активность, что позволяет нам вроде бы успешно получать грантовую поддержку. Спасибо за внимание. Отлично. Контакт еще. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот, молодец. Я попробую еще более кратко рассказать про мои работы. Предоставляю слово Камолкину Андрею Владимировичу доценту, то есть себе любимому. Совсем уж кратко. Я занимаюсь компьютерным моделированием и исследованием органических молекул. Здесь представлен фрагмент ДНК, который мы исследовали методом моделирования. Естественно, что в одиночку этим заниматься невозможно. мы работали вместе с группой с кафедры биофизики. Занимаемся также другими биологическими молекулами, биологическими полимерами, это пептидами и так далее. Еще хочу показать вам пример спектра магнитного резонанса молекул, который находится вот сверху в изотропном жидком состоянии, а снизу так называемое состояние жидкого кристалла. И исследования проводятся как методом ядерного магнитного резонанса, так и методом молекулярной динамики, то есть компьютерного моделирования структуры и подвижности молекул. Работы выполняются совместно с моим коллегой из Швеции Тоголемского высшего технического университета. Спасибо, Андрей Владимирович, на этом я закончил презентацию и теперь Марина Германовна Шелябина, профессор, пожалуйста, можно чуть подольше, чем я. Так, и где мой шея скрин? Так, ну, здравствуйте еще раз. Да, очень хорошо, что Владимир Иванович рассказал основы ЕМР, вот, поэтому очень удобно опираясь на его расчет, в общем-то, уже говорит, ну, как сказал Владимир Иванович и так далее. Итак, значит, ну, скажем так, наша группа, она занимается ЕМР, твердотельных, ну, наверное, можно назвать функциональных материалов, и слово функциональные здесь означает, что для чего-то они нужны, какие-то вот они специальные такие материалы, которые специально придуманы для чего-то важного, а твердотельные это значит, что не жидкое, то есть это вот у нас твердые тела. Спектр и вообще-то соединения исследований он довольно широк, у нас, в общем-то, много различных интересных материалов, которыми мы занимаемся, но в последнее время основной фокус, он на два класса соединений, это слоистые кироскитоподобные оксиды, эта работа, она ведется совместно с институтом химии, с группой Ирины, Ирины Алексеевны Зверевой, то есть очень такая плодотворное, интересное у нас с ними сотрудничество, и второе, это так называемые двумерные циолиды, тоже очень интересные структуры, которые тоже мы ведем совместно с уже вообще группой мексиканских товарищей, вот, очень интересные структуры, совершенно новые, очень много обещающие, и эти материалы для чего они, то есть в чем их функциональность, потому что эти материалы могут быть использованы в качестве катализаторов, могут быть ионными проводниками, фотопатализаторами, это что значит, например, разложением воды под действием солнечного света, да, то есть это некий уже материал для водородной энергетики, это какие-то материалы для биомедицины, транспорт, лекарства, это материалы для экологии, в том плане, что, например, можно хранить и преобразовывать в СО2, то есть масса-масса различных применений интересных приложений, и очень-очень интересные системы, и в чем это интерес, и нарезна, собственно, потому что сейчас, конечно, интересует всех, чтобы такого новенького интересного сделать, что имеет свойства, совершенно не такие, как все предыдущие, да, вот, и если говорить о вот этих вот слоистых пероскитных подробных оксидов, чем они хороши, то есть вроде бы сами пероскиты, они известны довольно давно, а вот оказывается, что если вот можно специальными условиями синтеза сделать такие квазигумерные структуры, то есть с одной стороны это трехмерный объект с четкой кристаллической решеткой, с другой стороны у них есть некое межслововое пространство, вот оно здесь показано, то есть все это периодически повторяется, направо, налево, вверх, вниз, вперед, назад, да, во всех направлениях, но, значит, есть некие такие вот упорядоченные свои кристаллические, а между ними есть такая так называемая межслововое пространство, и вот оказывается, что в это межслововое пространство можно вводить различные катионы, можно вводить молекулы, органические молекулы. При этом можно образовывать так называемый граф поинводный, то есть когда у вас, допустим, какая-то органическая молекулка своим гвостиком прицепляется прямо к этому неорганическому воткому вот этой части. И совершенно новый спектр соединений и, соответственно, спектр свойств. Другой класс объектов, который, опять же, сейчас для вас вызывает большой интерес, это так называемые трехмерные циолиты. Но сами по себе циолиты известны, в общем-то, сравнительно, ну как, не так уж прямо давно, да, но, наверное, 60-е годы. Но в настоящее время, оказывается, можно синтезировать вот эти вот тоже трехмерные объемные эти структуры, можно синтезировать в виде таких тонких нанолистов, которые будут разделены сначала органическими, допустим, молекулами, потом туда можно ввести какие-то еще дополнительные оксиды и образовать так называемые пиларированные циолиты. То есть это у вас нанолисты чего-то, конкретно циолита, с такими небольшими микрофорами, которые, значит, вот стоят на таких вот пиларах, подпорочках. И, опять же, у вас получается некий новый объект, внутри которого, значит, уже у нас расположены мезопоры так называемые. И внутри вот этих мезопор вы можете уже, так сказать, туда тоже, опять же, вводить какие-то более крупные молекулы, проводить какие-то интересные новые химические реакции и массы-массы применения. Вот для того, чтобы исследовать, что же происходит в таких сложных соединениях, и в том числе, каково, допустим, какова структура, динамика вот этих вот органических молекул, которые тут прицепились, куда они прицепились, да, каким пластиком, как они взаимодействуют, как они движутся, если, пардон, если у нас есть ассорбированные молекулы, как они себя ведут, какая конформация, как они, опять же, как быстро они дефондируют, где располагаются, как ассорбируются и так далее. Так вот, для всего этого можно использовать методы ядерного образования. То есть, что мы используем? Мы используем самые различные, потому что, как уже Владимир Иванович сказал, ЕМР, он достаточно многолит, да, то есть мы можем использовать как многомерную ЕМР-спектероскопию, одномерную ЕМР-спектероскопию, также можем исследовать методы мелоксации, у меня здесь нет еще небольшого слайдика про дефондирую. То есть, все это можно исследовать, и локальную структуру, и подвижность различных фрагментов мы можем исследовать с помощью методов ЕМР. Ну, кроме того, поскольку ЕМР как бы у нас нет как основной метод, ну, мы еще широко используем целый арсенал методов, которые у нас сейчас есть наличие в университете, мы используем ресурсный парк, в общем-то, довольно широко, то есть это исследование людейно-структурное и электронное и технический анализ, то есть огромное-огромное количество различных методов, которые нам дополнительно помогают характеризовать уже наши образцы, наши объекты исследований. Но основной метод, повторяю, это ЕМР и, в общем-то, компьютерное моделирование, потому что вот об этом, по-моему, не так много было сказано, но для того, чтобы объяснить то, что мы наблюдаем экспериментально, нам, в общем-то, очень полезно оказывается компьютерное моделирование. Если же говорить уже вот о конкретных каких-то темах работ, да, вот если мы говорим ориентируемся на студентов второго курса, которые могут прийти к нам на файл, где заняться переследованием, то вот здесь мы чисто примерные какие-то общие очень темы, которые звучат на самом деле очень широко, потому что это может быть как тема курсовой работы, какой-то небольшой фрагмент, который может потом развиться с темой ВК и оружия поплавриата, потом магистратуры и, в общем-то, кандидатской, ну, а может быть, вообще даже на докторской. То есть темы очень интересные и перспективные, но когда вы приходите учиться на кафедру, вы, конечно, начинаете с небольшого какого-то фрагмента, постепенно погружаетесь в тематику, постепенно, постепенно, и хочется сказать, неважно, чем вы будете заниматься, чем раньше вы начнете в эти замечательные тематики, тем, так сказать, больше на выходе вы получите. Ну, значит, если говорить о нашей группе, то есть перечисленные аппараты, студенты, в общем-то, выпускники, которые будут, многие из них будут выступать. Я надеюсь, что, по крайней я увидела, что подключаются, ребята. Вот. Ну и, конечно, работа, в общем-то, довольно-таки большая, объемно-многогранная, и мы, в общем-то, сотрудничаем с большим, как бы, больших спектром научных учреждений. Ну, давайте я закончу. Спасибо Марине Германовне, да, Андрей Владимирович? Спасибо Марине Германовне большое, да. Следующим докладчиком у нас будет Куприянов Павел Алексеевич, который занимается магнитным резонансом в слабом магнитном поле. Да, да, я буду краток. Спасибо заранее. Да, 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 сейчас я это открою. У меня не презентация, у меня вот фотографии. Видно, да? Спектр видно, да? Значит, да, хорошо. У нас организовано, значит, на базе, на базе меня и нашего нашего отделения организовано малое инновационное предприятие совместно с университетом. Называется оно, как и наша конференция, вот, про которую, наверное, кто-то расскажет, у нас проводится конференция, называется Спинус. Раз в год. Международная конференция, в которой участвуют студенты. Это я, как бы, это рекламирую заранее. Вот. И одноименно у нас малое инновационное предприятие Спинус. Чем мы хотим заниматься? Точнее, чем мы занимаемся? Мы хотим сделать прибор, такой учебный, и прибор для лабораторий, который позволяет просто на простом оборудовании дешево получать спектры высокого разрешения. Это, конечно, не полноценные спектры, которые получают на больших приборах, но тем не менее, они высокого разрешения, и некоторые из них, я вот здесь вот продемонстрирую, это спектр 2-2-2-3-фтор-этанола, то есть это этиловый спирт, в котором три протона замещены фтором. Вот. И прелесть нашего прибора в том, что мы одновременно можем смотреть спектры и на протонах, и на фторе. Ну, к сожалению, только вот эти два ядра мы в земном поле и можем наблюдать, но тем не менее протоны расщепляются не только на фторе, они расщепляются на других ядрах, например, на фосфоре, на кремнии 29-м. И вот что нам самое важное надо было получить, спектры, в которых протоны расщеплялись бы на углероде С13. Это единственный магнитный изотоп углерода, но его всего 1% в природе. Это значит, что линии расщепления на углероде С13 будут в 100 раз меньше, чем основная линия протонов. Вот. И так, вот, да, вот здесь у меня представлены спектры трех веществ, в которых вот эти вот маленькие линии на фоне больших гигантских вот обрезанных линий от протонов, которые не взаимодействуют с углеродом С13. А вот эти маленькие линии – это вот вот эти вот протоны, взаимодействующие с С13 вот в этом положении, и расщепление, видите, 6 Гц. Это достаточно высокое разрешение. Не на всех сильнопольных спектрометрах его возможно получить. Вот здесь вот спектр… Это спектр ацетона, это спектр уксусной кислоты. Видите, расщепления везде разные. То есть по этим спектрам можно различать органические вещества. Вот. Но это еще не все линии. Там еще есть линии, которые подальше расположены. Мы их еще как бы не научились фиксировать, но тем не менее. Вот, значит, наш прибор, мы его представляем на выставке в Линнэкспо. Учебная выставка была. Вот здесь, значит, как выглядит один из прототипов нашего прибора. То есть мы сами все паяем и программируем микроконтроллеры. Поэтому нам нужны программисты и программисты микроконтроллеров, и которые программы для компьютеров пишут. И кроме этого нам нужны вообще люди, которые умеют работать с паяльником, руками, и вообще люди, у которых много идей, которые можно будет воплотить. Вот так вот выглядит датчик EMR в земном поле. Вот он уже собранный как бы с экраном. И здесь у меня, да, фотография, я показываю, что этот прибор работает даже в домашних условиях, не только в лабораторных, но даже в домашних условиях. Здесь вот в двух метрах слева от датчика находится холодильник. И тем не менее, вот на компьютере видно, что сигнал очень хороший и тонкая линия. В общем, даже в домашних условиях этот спектрометр можно использовать. Ну, вот здесь вот макет, как мы отладку производим, подбираем параметры для прибора. Вот здесь вот один из прототипов с маленьким дисплеем, на котором виден сигнал магнитного резонанса в земном поле. И где-то у меня было видео, которое почему-то не запустилось. А, да, вот это видео на той же выставке в Лен-Экспо, где вот нам дали место. И я даже вывел спектр на большой экран. Вот. Собственно, что я еще хотел сказать. Да, приборы мы хотим делать разные. И для учебы, для школьников, для студентов, и для науки. И нам очень не хватает людей. Вот. Приходите. Всем найдем работу. Всем будет интересно. Вот. Только ждем. Все. Спасибо. Так, сейчас я отключу. Спасибо, Павел Алексеевич. Смотрите, я в самом начале презентации рассказал про то, как устроен наш факультет. В принципе, наш университет состоит не только из факультетов, чье предназначение в основном это обучение студентов, но и из научных лабораторий, которые занимаются исключительно научными исследованиями, получают большие гранты, ведут отличнейшие работы. Вот. И сейчас я видел, что подключился к нам... Я с Крымников. Если я, то я здесь. Да, Николай Русланович. Николай Русланович с Крымников. Да, вот. Значит, он руководитель лаборатории Био-ЕМР, которая является дружественной нашей кафедрой. Но хочу обратить внимание студентам, что формально это совершенно независимая научно-исследовательская лаборатория. Пожалуйста, Николай Русланович. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Ага, делю экран. Вот. Ну, я представляю лабораторию биомолекулярного ЕМР. Корни наши находятся на кафедре. Вот. Сам я выпускник кафедры. И постараюсь так коротенько рассказать, чтобы дать вам вот общее представление о том, чем мы занимаемся. Слева список, списочный состав лаборатории. Вот. С синеньким здесь выделены выпускники. Один из них, Сева Рабдана, с нами вместе здесь находится и скажет несколько слов позднее. А вот. А лаборатория размещается в так называемом молекулярном корпусе. Фотография, видимо, снята на с верхних этажей общежития. Корпус на Ботанической улице. Сейчас его только что отремонтировали. Выглядит он довольно симпатично. Вот. И первая работа, про которую я два слова скажу, это работа, связанная с амилоидными фибрилами. Вот. Вся эта история имеет непосредственное отношение к болезни Альцгеймера, к разного рода деменциям. Вот. Ну, я думаю, что почти все из нас так или иначе с этими печальными заболеваниями сталкивались. Начинается это все с частичной потери памяти и заканчивается. В общем, к сожалению, человек переходит к состоянию, ну, близкому к состоянию овоща, да, теряет способность узнавать близких и так далее. Вот. И потом, когда делается постмортем в больнице, то вот в мозге такого пациента наблюдаются амилоидные отложения. Они сформированы тоненькими такими волоконцами, ниточками. Вот. И, собственно, вот такого рода амилоидные фибрилы, они стали предметом изучения. Здесь картинка электронной микроскопии показана здесь вот в левом верхнем углу. И основная задача этой работы заключалась в исследовании диффузии таких фибрил. То есть фибрилы в растворе приготовлялись, изготовлялись собственными силами, мы это все делали. Вот. И вот эти вот волоконцы размером один-два микрона плавали в растворе. Измеряли мы диффузию этих фибрил. И я так очень коротко скажу о вот методологии диффузионного эксперимента. Значит, начинается все с пробирочки. В пробирочку мы помещаем исследуемый раствор, затем пробирочка опускается в ЕМР-спектрометр. А дальше наблюдается следующее. Наблюдается диффузионное движение. Как правило, речь идет о небольшой молекуле, либо даже и о белке, но она может рассматриваться как точечный объект. И вот эта маленькая молекула диффундирует в том, что мы называем градиентом магнитного поля. Вот я тут это разрисовал и поставил циферки. Обычно мы при конструировании ЕМР-спектрометра стараемся создать максимально однородное поле. А здесь подход обратный. Мы преднамеренно создаем вот такой вот градиент интенсивности поля. То есть на донышке трубки напряженности этого поля интенсивность магнитного поля у нас 11 Тесла, а сверху у нас 11-6 Тесла. И вот по мере того, как наш объект диффундирует вдоль длины этой трубки, происходит расфазирование на магниченности, что сопровождается распадом сигнала. И по скорости распада вот этого сигнала ЕМР-индукции мы можем судить о том, насколько быстро диффундируют молекулы. Как правило, вот речь идет о точечном объекте. И в то же время, когда мы исследуем фибрилу, это все не совсем так, потому что здесь у нас объект нельзя рассматривать как точечный. Вот эта вот маленькая палочка, видите, нужно не только принимать во внимание трансляцию, но и вращение, потому что фибрила пересекает вот эти вот линии градиента не только вследствие трансляции, но и вследствие вращения. И мы разработали новую теорию, которая описывает этот эффект, и применили на практике ее, проверили на практике. Вышла статья в апреле месяце. Вот статья вышла в журнале Ангиванта Кеми. Это один из двух лучших в мире химических журналов вместе с Journal of the American Chemical Society с импакт-фактором 15,3 сейчас. И рецензенты нам все написали на нее очень хорошие рецензии. И вот формально в соответствии с этим критерием, ввиду вот таких очень хороших рецензий ей, видите, присвоили вот такую классификацию под paper. То есть это 10% лучших статей в лучшем в мире химическом журнале. Ну и наука и жизнь тоже она с ним написала, и много чего в этой связи было еще другого. Вот. То, что касается такого вот практически полезного приложения, оно есть, поскольку вообще вот эти амилоидогенные системы, которые образуют амилоидные отложения, они по определению очень сложные. Там фибрилы содержатся, так называемые протофибрилы, полигомеры, фрагменты, которые часто служат в качестве затравки и так далее. И вот сигналы от них можно теперь разделять. Можно их разделять на основании различных диффузионных свойств вот этих разных состояний белка. Вот. И скажу еще два слова о проекте, который связан с вирусом, с коронавирусом. Вот. Мы занимаемся им буквально с момента возникновения вируса, то есть полтора года. И история, которая, наверное, сейчас, в общем-то, всем достаточно хорошо известна, каким образом вирус проникает в клетку человека. У вируса есть вот этот вот так называемый шиповидный белок. В составе этого шиповидного белка рецептор, связывающий домен. Этот рецептор, связывающий домен, распознает и связывается с энгиотензин, превращающим ферментом, ИС-2 на поверхности человеческой клетки. Происходит это все у нас в носовых пазухах. Вот это вот такое вот первичное вторжение вируса, когда первый плацдарм в человеческом организме этот вирус отвоевывает. Вот. Ну и дальше пошло-поехало вирус реплицируется внутри человеческой клетки. Эти вот, значит, детеныши вирусов вылупляются из этой клетки и так далее. А вот если, собственно говоря, вот этот самый первичный, первый шаг заблокировать, то есть если в нашем распоряжении есть какая-то молекула, которая может заблокировать РБД, вот РБД, да, рецептор, связывающий домен, вот здесь вот он на картинке, то, собственно говоря, тем самым можно предотвратить заражение и дальнейшее развитие болезней. И в сентябре прошлого года в Science вышла американская статья, где были разработаны так называемые мини-белки, которые связываются вот как раз с рецептор, связывающим доменом, и тем самым их блокируют, нейтрализуют способность вируса проникать в клетки. И мы занимаемся исследованием этих мини-белков. Вот этот проект поддержан ФМБА, Федеральным медико-биологическим агентством, всесторонним образом мы их исследуем, слева показаны данные в левом верхнем углу иммуноферментного анализа, вот это, собственно, сегмоидная кривая показывает вот этот эффект блокирования, левый нижний угол вот здесь, да, это спектр ЕМР, один из этих белков мы полностью отнесли сигналы, все сигналы мы знаем, к каким остаткам они относятся. Вот здесь вот посерединке первые данные рентгеновской дифракции, мы его кристаллизуем, и кристаллизуем в том числе и рецептор, связывающий домен дельты, вот этого штамма, который сейчас, ну, 100% заболевших у нас это дельта, вот, так что, собственно, мы сделали этот белок в дрожжах, для нас это был в некотором смысле новый шаг, мы обычно делаем кишечные палочки, вот, но вот первый раз нам удалось освоить эту методику, мы делаем белок в дрожжах пекарских, и вот, значит, первые-первыхые кристаллы сейчас как раз мы получаем. А это здесь, здесь вот дифракционная картинка, которая показана, это один из мини-белков. И занимаемся и клеточными экспериментами тоже, вот то, что показано здесь в правом нижнем углу, да, и то, что вот синенькие это ядра, это, значит, окраска дапи, ядра эпителиальных клеток, затем зелененькое это мембраны, таким образом подсвечены, а вот красненькое это наши мини-белки, тоже изготовленные в лаборатории и помеченные флуоресцентной меткой АТО-647, и мы можем смотреть, как они накапливаются в межклеточном пространстве и прочее. И замысел, собственно, всей работы состоит в том, что мы собираемся делать аэрозоль, и вот предположим, если я, значит, куда-то лечу на самолете и знаю, что следующие два часа я проведу в окружении людей, среди которых весьма вероятно есть носитель вируса. Вот перед тем, как подниматься на борт этого самолета, да, я пользуюсь аэрозолем, прыскаю себе в нос раствор этого мини-белка, и это должно обеспечить защиту на 12-24 часа, вот по тем предварительным экспериментам. На животных, о которых нам известно, вот речь идет именно о сутках. Вот, ну, собственно, на этом я бы, да, хотел бы это свое короткое сообщение и завершить. Значит, то, что касается результатов, о которых я говорил, здесь в первую очередь вот диффузия милоидных фибрил, это Иван Сергеевич Подкорытов, вот здесь, да, и Борис Харьков, вот его фотография, а мини-белки – это Дмитрий Лузик, Борис, Ирина Тюряева вот здесь, и многие другие тоже, вот, и Света Корбан занимается кристаллизацией, и другие в этой работе тоже принимают участие. Вот, ну, и как уже говорилось, и я к этому полностью присоединяюсь, нам бы очень хотелось с вами совместно работать, нам бы очень хотелось, чтобы вы пришли в лабораторию и подключились к работе, вот, поэтому пишите, пожалуйста, звоните, и мы с удовольствием вам все будем показывать, рассказывать и беседовать. Вот, спасибо большое всем. Спасибо большое Николаю Руслановичу. Прекрасная презентация, великолепные картинки и супер, ну, не скажу, что модные, а вот топ-офф современных исследований, направления. Ну, теперь, значит, я попрошу наших выпускников рассказать про то, как они устроились, потому что, на самом деле, те, кто поступает на какую-то кафедру, наверное, хотят узнать, а что дальше делать после окончания этой кафедры по той специальности, которые, они получат знания. Значит, мы попросили нескольких наших выпускников разных лет рассказать про их работу, и, пожалуйста, вот Михаил Зубков, выпускник 2009-го, правильно я говорю, года? Да, добрый день, спасибо, рад вас увидеть. Мой экран видно? Я вроде бы расширил. Да, прекрасно видно. О, прелестно. Так, я попытаюсь в пять минут уложиться, надо просто таймер включить. Ах, да ладно. Вот, я немного расскажу о том, наверное, как я прошел из студента третьего курса, по-моему, да, который распределился на кафедру тогда еще квантромагнитных явлений до того, кем я сейчас. Это на следующем слайде, у меня есть пара слайдов, соответственно, я дважды выпускник СПБГУ, оба раза кафедры КМИЯ, квантромагнитных явлений, которые сотрудники, которые сейчас организуют все это мероприятие, вот, и я, соответственно, занимался различными вещами, но все они были связаны, практически все, с подразделением. Одним из методов, основанных на ядерном магнитном резонансе, это магнитно-резонансная томография. Надеюсь, там все знают, что это такое, это когда вас кладут в томограф и там смотрят, грубо говоря, в мозг. Вот. Вначале я занимался удалением шума из магнитно-резонансных изображений с помощью вейвлетов, потом с помощью сотрудников и научных связей кафедры я провел один год в магистратуре в университете Лаперанты, и там занимался уже не магнитно-резонансной томографией, а просто магнитным резонансом и спектроскопией. Потом снова вернулся в Испугово и занимался снова в магнитно-резонансной томографией, и там уже исследовал, как на магнитно-резонансных изображениях ведет себя поток. И после того я поступил в аспирантуру, тоже не без помощи научных связей кафедры, уже в, как это называется, Western Sydney University в Австралии, и там занимался разработкой импульсной последовательности для диффузно-взвешенной магнитно-резонансной томографии. И в 2016 году, соответственно, выпустился, поработал чуть-чуть в Австралии, решил вернуться сюда, и здесь я сейчас работаю в университете ИТМО на новом физтехе, так называемый, если полностью говорить, физико-технический мегафакультет, ну или сокращенно, мы просто называем себя новый физтех, я старший научный сотрудник, и вообще я занимаюсь всем, что связано с магнитно-резонансной томографией. У нас здесь есть некоторая достаточно большая группа, которая занимается МРТ. Вот, мы занимались какое-то время, и сейчас продолжаем заниматься разработкой радиочастотных катушек для сверхвысокопольной магнитно-резонансной томографии. Это был большой проект, так называемый МКЮБ, в котором участвовало, по-моему, шесть стран и порядка восьми университетов из Голландии, Франции, Финляндии, ну и России, естественно. Вот, мы там делали специальные катушки из метаматериалов для МРТ, сканировали мышей и людей, в общем, было достаточно весело. Закончился, по-моему, в прошлом году проект. Сейчас у нас большой проект в рамках так называемых мегагрантов Российской Федерации под руководством как раз одного из наших французских коллег, посвященный количеству методов клинической магнитно-резонансной томографии. Вот, мы берем людей, сканируем их в томографе, пытаемся определиться, где у них в печени или в сердце фиброз или воспаление. Тоже, по-моему, даже круто. Ну, и у меня, в принципе, есть много разных других проектов, связанных так или иначе с МРТ. Некоторые мои студенты занимаются ФМРТ, то есть смотрят, какие области мозга у человека активируются под действием так называемых стимулов. Мы занимаемся с коллегами. Разработка РЧ-катушек для клинической томографии. Ну, и сейчас еще тоже начинаем потихоньку заниматься применением машинного обучения в МРТ, потому что машинное обучение – это сейчас все. Это самые, по-моему, как-то cutting-edge науки. Ну, и, естественно, без машинного обучения сейчас никуда. Вот. Примерно вот так я от студента прошел до человека, который сам руководит студентами, продолжая вот все это время заниматься так или иначе магнитно-резонансной томографией. Если есть там какие-то вопросы будут про то, как мне помогло обучение на квантомагнитное явление или то, чем я занимаюсь сейчас, тут вот мой адрес достаточно простой – mra.ru. Пишите, я буду готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Михаил, большое. Следующий прошел Константина Клюкина. Он подключился к нам, как я подозреваю, в Соединенных Штатов. У вас там что сейчас? Утро, ночь? Всем привет. Я нахожусь в Бостоне. В общем, я выпускник Санкт-Петербургского университета. Я получил Ph.D. в физике консервного состояния в 2015 году. И после этого переехал в Соединенные Штаты. Сначала делать постдоп в университете Нембраски, Линкольн. И вот в текущий момент я работаю в лаборатории электрохимических интерфейсов в Массачусетском Институте, в Технологическом Институте. Да, вот еще пару недель назад у нас было так солнечно и замечательно это здание MIT. Но сейчас уже наступила осень, чуть-чуть более серо все стало. Вот, я хотел бы дать пару советов выпускникам, рассказать немножко о моем пути в науке. Вот, я в 2006 году поступил на физический факультет, выбрал специальность в прикладную математику и физику. И вот в 2007 году, так же как и студенты, присутствующие вот на этом стриме, пришел на знакомство с кафедрой, тогда она еще называлась с кафедрой магнитных явлений, сейчас она называется геодерно-физических методов исследований. И вот как сейчас помню, Андрей Владимирович рассказывал нам про кафедру, представлял разные проекты, все было очень похоже. Вот, через некоторое время я присоединился к лаборатории Марины Германовича Ляйпиной. И после этого, вот, собственно, началась моя некая карьера науки. Через год буквально я уже участвовал в первой студенческой конференции, еще через год опубликовал первую научную статью и решил продолжить свое обучение в магистратуре, тоже выбрав кафедру квантерных магнитных явлений. Благодаря активности, наверное, Марины Германовича Ляйпиной, я пытался подавать на разные гранты, выиграл вот, видите, первый грант, это был небольшой travel grant RFI, который позволил мне съездить на международную конференцию в Японию. После этого я решил, ну и после этого я опубликовал статью, соответственно, по тематике доклада уже вторую свою статью и решил поступать в аспирантуру. В аспирантуре тоже получалось достаточно интенсивно делать исследования, они были отмечены разными премиями и стипендиями, и в итоге даже удалось получить небольшой грант RFI для молодых ученых. И в итоге в 2015 году я защитил успешно кандидатскую диссертацию. Вот какой вывод хочется сделать по итогам этого слайда? Это то, что выбор научного руководителя – это ключевой шаг для карьеры студента, это очень важный этап. Я хочу отнестись к нему очень-очень серьезно. Вот видите, как в 2008 году я выбрал лабораторию Марины Германа Шрепина, и у меня сложилось все очень удачно, поэтому вот кафедра охлажденных явлений и вот Марины Германа, так сказать, очень-очень рекомендую вам рассмотреть этот вариант. Вот, еще хотел пару слов сказать, вот что, собственно, нужно знать о кафедре. Вот, мне кажется, тут ключевым шагом, вот лично для меня при выборе кафедры научного руководителя был разговор с выпускниками этой кафедры. И вот о чем стоит спросить, это о перспективах, может быть, научных стажировок, об актуальности научных исследований. Ну и в целом очень важна атмосфера в лаборатории. Вот если бы вы задали эти вопросы мне, я сказал, что, я бы вам ответил, что вот кафедра и научные руководители, профессора этой кафедры, они представляют большие возможности. Вот, в частности, мне удалось съездить на различные конференции в Англии, в Японии, я побывал на стажировке в Норвегии, Мексике, ну и, конечно, и некоторые стажировки в России, вот в Курчатомском институте были. Второй важный шаг, который нужно отметить и нужно знать при выборе кафедры, это насколько эта кафедра, насколько ее исследования актуальны, насколько высокая публикационная активность. Выигрывают ли студенты, аспиранты какие-то гранты? Вот я уже говорил, что мне удалось какие-то гранты выиграть и какие-то премии получить, когда я был аспирантом. Насколько я знаю, сейчас исследования многих профессоров, они поддержаны грантами разных научных фондов в России. Это очень важно. И, конечно, стоит отметить вот некую атмосферу сотрудничества и взаимовыручки, которые есть на кафедре. Наверное, лучше всего ее можно прочувствовать, побывав на вот школе конференции с Пинус, о которой здесь уже упоминали. Я так полагаю, что уже на третьем, а может быть и на втором курсе можно поучаствовать, если у вас будут какие-то, сделать какие-то исследования, поучаствовать в этой конференции и прочувствовать, и российскими и даже некоторыми мировыми лидерами в области ядерно-магнитного резонанса. И это очень-очень полезно для старта вашей карьеры. Но, конечно, я не могу не отметить многих профессоров, которые помогли мне, когда я обучался на кафедре. В первую очередь, конечно, Марина Германовна Шляпина, но тоже и Владимир Иванович Чижик, и Дмитрий Анатольевич Маркелов, и, конечно, Андрей Владимир Иванович Камолкин. На кафедре атмосфера и взаимоотношения на кафедре очень важны, и на кафедре магнитных исследований, магнитных явлений, квантов магнитных явлений, мне кажется, эта атмосфера, она очень-очень классная и мотивирует заниматься наукой. Но это главный вопрос. В заключении своей презентации хочу ответить на главный вопрос. Чему вас научат и чем можно заниматься после окончания? Вот меня лично научили квантовой химии. Я меньше был связан с EMR, больше делал компьютерное моделирование. Кто-то занимался ядерным магнитным резонансом. Но всех нас научили критически мыслить и проводить исследования в новых областях знаний. И вот я буквально пару слов расскажу о своем выпуске, о выпуске от магистратуры КМИА 2012 года. Вот я на текущий момент являюсь постдоком в MIT. И мои исследования, их спектр расширился колоссально. На кафе я занимался больше водородной энергетикой, но какие-то базовые знания физики, понимание того, что происходит в физике твердого тела, в квантовой химии, они позволили мне заниматься и катализом, и электрохимическими интерфейсами и батарейками. И вот в последнее время акцент больше сместился на наноэлектронику, это нейроморфное вычисление, спинтроника. В общем, кафедра и факультет, мне кажется, дают все необходимые знания для того, чтобы продолжить карьеру в этой области. И буквально вот еще пару слов скажу о своих одногруппниках, с которыми мы заканчивали. Вот мой хороший друг Ира Шихман, она выбрала другой карьерный путь. Она работает в индустрии, но конкретно в Гугле, работает в software development. Другой мой одногруппник Максим, он работает аналитиком в Сбербанке. И то есть, мне кажется, какой-то фундаментальный подход и умение делать исследования, они помогают не только в академии, но и в других областях, что очень важно. Вот. В заключении скажу, что я хочу призвать всех вас написать e-mail преподавателям кафедры, вот как более опытным преподавателям, которых я здесь указал, так может быть и начинающим преподавателям, как вот Павел Купельянов, у которых, может быть, нет такого огромного бэкграунда в исследованиях, но зато много энтузиазма и желания что-то сделать. Вот. Я о себе добавлю, что я тоже недавно стал таким начинающим преподавателем, профессором в университете Обурн в Алабаме и тоже нахожусь в перманентном поиске талантливых аспирантов. У меня открыто несколько позиций сейчас и в целом очень открыто к сотрудничеству и совместным исследованием, может быть, как-то через Марину Герману Шляпину. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, вот тут два моих e-mail, буду рад ответить на них в любое время. Вот. На этом все. Большое спасибо за внимание и за приглашение выступить. Спасибо большое. Спасибо, Костя. От Марины Германовны особенно большое спасибо. Вам спасибо. Хорошо, спасибо большое. Так, я видел, там Севастьян Рабдана подключился, да? Пожалуйста. Нашего выпускника уже упоминали не один раз здесь. Теперь его выступление. Так, всем здравствуйте. Я надеюсь, меня слышно. Я, к сожалению, получил приглашение выступить немножко поздно, вернее, вчера. Не успел подготовить какой-то материал. Я надеюсь, я могу рассказать все без слайдов, просто устно. Как уже про меня говорили, я закончил кафедру. Я долгое время работал у Николая Розвановича Скрынникова в лаборатории БИОИМР. Сделал там кандидатскую диссертацию. Но если начинать сначала, то, как уже говорилось, в университете есть достаточно мощный ресурсный центр, в котором сосредоточено оборудование по ядерному магнитному резонансу. Это один из передовых мировых центров, где сосредоточено самое современное оборудование, на котором можно делать науку, которая, как вы видели, публикуется в невероятно высоко оцениваемых международных изданиях. Я свою вообще такую карьеру, как человек, который где-то работает, начал именно в этом центре. Я начал работать там буквально вот еще со студенческих лет. Я в магистратуре на втором курсе пошел в 2012 году на должность специалиста. Тогда только распаковывались спектрометры, ресурсный центр только запускался. Было очень интересно, и это позволило мне потрогать своими руками вот все, что творится внутри такой научной лаборатории именно с точки зрения специалиста, который обслуживает оборудование, человек, который понимает, как все работает, как нужно подключить провода, чтобы ничего не сгорело, как нужно залить жидкий азот, чтобы не обжечься и чтобы не сломать оборудование. Это дало достаточно большой толчок к такому движению дальше. В магистратуре я на кафедре выполнял работу по исследованию аминокислот, точнее по исследованию гидратного окружения с помощью методов ЕМР-релаксации с Владимиром Ивановичем Чижиком и Алексеем Валерьевичем Донцом, который тогда работал также на этой кафедре. Мы тогда сделали исследование для ряда аминокислот, которые публиковали в хороших журналах. Затем на конференции Евромар я познакомился с Николаем Руслановичем Скиренниковым и был приглашен поучаствовать в лаборатории в гранте, который в 2013 году Николай Русланович получил. И с тех пор я до 2020 года фактически сделал такой очень длинный забег в области биомолекулярного ЕМР, где от студента дошел до кандидатской диссертации. Было сделано достаточно много работ в области биологии, в области химии. Это достаточно сильно расширило кругозор. Я имел возможность посетить достаточно много конференций, пообщаться с очень умными людьми, с умными учеными, получить бесценный опыт участия в различных дискуссиях, семинарах. Это тот опыт, который невозможно было бы сделать, если бы не было научных руководителей, не было бы поддержки кафедры. И, как уже многократно упоминалось, конференции, на которые я познакомился с большим количеством людей, с которыми поддерживаю какое-то взаимодействие до сих пор. Наверное, да, один из советов, который хочется дать студентам, когда вы участвуете на каких-то международных или российских научных мероприятиях. Знакомьтесь с людьми, просто находите с ними общий язык, можно поговорить обо всем. Это очень неожиданным способом вам откликнется в будущем. Вы не пожалеете об этом. Затем, когда я защитил уже кандидатскую диссертацию, я еще какое-то время продолжил работать в лабораторию Николая Руслановича Скоренникова. Закончил проект, над которыми мы работали, и в 2020 году начал искать позицию в другом институте. Сначала я попал на позицию заместителя руководителя Центра исследования и разработки в институте вакцины сывороток. Это было достаточно сильным поворотом в карьере, поскольку институт вакцины сывороток – это фармацевтическое предприятие, которое в основном выпускает гриппозные вакцины и разные диагностические препараты. И в новосозданном Центре исследования и разработки начали заниматься рекоменантными препаратами. Во время работы в университете на кафедре и лаборатории БИОИМР я получил огромный кругозор, который позволил мне достаточно быстро сориентироваться в совершенно новой для себя области разработки рекоменантных лекарственных препаратов, разобраться в иммунологии, разобраться в смежных областях биологии. И это действительно тот фундамент, который был заложен в университете. Без всех знаний, которые мне были даны в альмаматор, я бы не смог справляться с таким количеством новых для себя задач. На данный момент добрался до поста руководителя Центра исследования и разработки Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну что ж, Севастян, спасибо большое за рассказ. Это очень приятно слышать, что наши выпускники могут из вот такого большого широкого кругозора переориентироваться на работу в смежных областях. Спасибо большое. Всем приветствую вас, спасибо. Спасибо. Да-да, я вам больше благодарен, думаю, чем вы мне. Как не сочтемся. Ну вот, научный руководитель. Так, спасибо. Виктория Паршина, наша выпускница 2007 года, да? Да. Так, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Приятно вас всех видеть. В добром здравии и вас, Владимир Иванович, и вас, Вячеслав Вячеславович, и Сашу Ивлеву, и, конечно, и Пашу Куприянову. Очень скучаю. Вот. Я, наверное, самый старший здесь выпускник, в том плане, что я закончила в 2007-м. Закончила лабораторию Вячеслава Вячеславовича Фролова по курсу медицинская физика. Шла туда совершенно целенаправленно, именно к нему, именно в эту лабораторию, потому что меня интересовала медицина. И мне надо было каким-то боком связать две любимые сферы – медицину и физику. И вот, как раз в этом месте очень удачно все это сплелось. Учиться было очень интересно. Совершенно замечательные преподаватели. И преподавали и на биофаке медицину, в смысле биологию. И биохимию мне читала Екатерина Вячеславовна Фролова. Вот. Ну, совершенно просто курс был совершенно замечательный, очень разносторонний. И вот наш лабораторный томограф, он, конечно, слабопольный, но все основы, какие вам надо знать для формирования изображений в томографии, он все это, понимаете, прямо вот можно потрогать. Это замечательное оборудование именно для того, чтобы человек мог понять и потрогать, как именно из радиосигнала и из каких радиосигналов, в общем-то, потом получается изображение человека в томографии. Вот. После окончания магистратуры я работала в институте Бехтерева, тоже научно-исследовательский институт психиатрии и неврологии. Большой центр у нас в Петербурге на площади Бехтерева. Они занимаются исследованиями. У них очень много замечательных, очень редких случаев рассматриваются, именно неврологических. Там стоял томограф. Я работала инженером диагностического отделения. Так что, да, очень рекомендую всем поработать хотя бы какое-то время в больнице, потому что там вы входите в систему, в которую просто так, в общем-то, и не попадешь. Не говоря уже о том, что увидеть можно такое, чего больше не увидишь нигде. Замечательная совершенно практика. Я проработала там два года. Ушла потом в коммерцию, также инженером МРТ. В коммерции узнала тоже очень много нового, посидела на потоке. И тоже прекрасная практика. Так что всем, кто интересуется вот таким слиянием медицины и физики, мне кажется, должно быть очень интересно именно вот в нашей лаборатории. Кроме того, у меня до сих пор вот остались знакомые врачи, которые спрашивают, а нет ли у тебя человечка, нам инженером поработать. То есть и человеку практика, и нам бы была подмога. Так что если вдруг кто-нибудь захочет попрактиковаться на живых людях, в больнице, посмотреть на все это в большом профессиональном томографе, это тоже можно сделать на кафедре, устроить такую стажировку в петербургских больницах. Ну вот в детской больнице у меня остались знакомые, и наверняка у нас и в Мариинской больнице все еще есть знакомые, которые могут такую практику именно сделать. Вот. Ну вот сейчас, потом немножечко, так сказать, я ушла от исследований. И сейчас работаю тоже как бы в немного смежной области. Я инженер по тестированию в компании Хилби. Они за ним выпускают фитнес-браслеты, в том числе там данные получаются на основе импедансометрии. То есть не так уж далеко от физики я ушла. Но хочу добавить, что да, действительно, все сказанное выше, я полностью с этим согласна, потому что то отношение к вам на кафедре и то, как вам дают материал и дают с этим материалом поиграть, вот в том плане, что попробуйте так, попробуйте так, а давайте сделаем вот это. Оно очень сильно развивает адаптивные способности. Если вы будете все это в себя впитывать, то, в общем-то, сменить сферу деятельности для вас будет не так и болезненно. А более того, может быть, будет и интересно. То есть, ну, это все-таки какая-то гарантия на будущее, что если что-то не сложится у вас в исследовательской работе, а такое может случиться, хотя хотелось бы, конечно, чтобы все продолжили заниматься исследованиями, но если вдруг исследование не сложится по какой-то причине, то ваше образование и ваши адаптивные вот эти навыки помогут вам сориентироваться в любой другой сфере. Вот у меня, в общем-то, все. Спасибо большое, была очень рада видеть и особая благодарность моему любимому шефу Вячеславу Вячеславовичу Фролову. Спасибо большое, Виктория. Теперь слово предоставляется нашей выпускнице, которая сейчас работает в Германии, Анна Дост. Пожалуйста, Анна. Здравствуйте еще раз. У меня тоже нет презентации, поэтому я расскажу просто так. Сначала расскажу вкратце про свой профессиональный путь, а потом еще упомяну, как именно обучение на кафедре ядерного магнитного резонанса повлияло на то, кем я сейчас являюсь, и на то, как я прошла свой путь. В 2008 году я пришла на кафедру, и на самом деле я перевелась на кафедру чуть-чуть попозже, чем поступление на третий курс. Я сначала пошла на другую кафедру, и потом я поняла, что я сделала ошибку, и прибежала прямо в НИИ, в этот коридорчик, где кафедра КМИА тогдашняя располагалась, сейчас это отдел квантовых магнитных явлений. И я помню, как я встретила Андрея Владимировича и Станислава Михайловича Сухаржевского, и рассказала, что вот, я поступила на эту кафедру, мне там вообще не нравится, и я точно хочу на вашу. И они меня так приняли, хотя я помню, что во время официального набора уже было слишком много людей, то есть они, в принципе, больше не принимали новых студентов, но то, как они подошли вообще к моей проблеме индивидуально, то, как они с энтузиазмом меня приняли, посадили, сказали, успокойся, налей себе чайку, всё будет хорошо, и тогда я присоединилась к кафедре. Владимир Иванович тогда был в командировке, я помню, но когда он приехал, он подписал бумажки мои, и всё было хорошо. Вот, с этого начался мой путь, и я помню, что с этого момента я ни разу не пожалела, что я сделала такой выбор, и до сих пор не жалею. Мне кажется, это именно тот день сформировал то, что я сейчас делаю для меня. После этого я, у меня на самом деле так и получилось, как Марина Германовна рассказывала, что небольшой фрагмент в курсовой, он начал развиваться, развиваться шаг за шагом, и в итоге я практически с тем же самым проектом дошла до кандидатской диссертации, то есть там с небольшими изменениями в фокусе исследования. Сначала я, моим руководителем научным была Валентина Станиславовна, но потом я присоединилась к Марине Германовне, и под её руководством защитила бакалаврский диплом, и потом магистрский, и потом ещё и кандидатскую диссертацию. Вот. Занималась исследованием водорода в твёрдых телах, и на самом деле все, ну вот первый проект для курсовой и все последующие добавки, последующие исследования, эксперименты всегда были очень-очень интересными для меня. Я прям с головой погружалась в это, и очень хочу, мне кажется, очень важно отметить то, что все преподаватели на кафедре, они всегда были очень отзывчивыми с точки зрения, что если какой-то вопрос или какое-то маленькое сотрудничество внутри кафедры нужно было для того, чтобы с каким-то экспериментом дальше пройти или с анализом данных, то всегда все очень открыто реагировали и помогали, и в общем это прям как семья, то есть это кафедра, и быть частью этой кафедры, это прям быть частью такой большой магнитно-резонансной семьи, и в общем было довольно приятное обучение, и мы, ну и со студентами, конечно, мы все стали друзьями, и всё прочее, вот, и потом в 2012 году, получается, в магистратуре я поехала в первый раз за границу, в Германию, в университет Донштадта, чтобы провести эксперимент, на четыре недели я поехала. Это была моя первая такая, ну как стажировка, маленькая практика за границей, я, конечно, с языком, и там новое оборудование было, так много нового, что нужно было, как это выход из зоны комфорта, но в итоге мне очень-очень понравилось там, и после этого я прям вдохновилась на то, чтобы больше подавать на такие стипендии, чтобы уехать за границу, и Марина Герман, она как мой руководитель, очень меня поддерживала, и всегда вдохновляла меня на то, чтобы я подавала на разные стипендии, конкурсы, маленькие гранты студенческие, на поездки на конференцию, и всё такое, вот, и в итоге я побывала в Донштадте, наверное, 7 или 8 раз за последующие 2 года или 3, и незадолго до засчитывания кандидатской диссертации я получила работу постдока во Фрайбурге здесь, в университетской больнице, потому что я тогда поняла, что мне бы хотелось немного сместить фокус и уйти от исследований материалов именно в медицину, потому что это тоже было новое для меня такое приложение, и я всегда видела на всех конференциях, как интересно выглядят снимки МРТ, и мне захотелось самой поработать в этой сфере, вот, поэтому я уехала во Фрайбург, потом защитилась и стала работать постдоком на последние 4 года, получается. Вот, после этого, ну, во время работы во Фрайбурге я очень заинтересовалась исследованием рака в целом, потому что, понятное дело, что МРТ – это только одна часть исследований или исследований рака и работы с пациентами, существует ещё много разных методик и много разных компонентов этого заболевания, и мне стала очень интересна именно большая картина в целом, и поэтому мне захотелось уйти от того, чтобы заниматься именно исследованием в одной лаборатории до координации проектов именно всего центра. Вот, поэтому я сделала этот шаг, и, получается, ну, в какой-то степени сменила профессию, потому что я теперь не работаю в качестве исследователя, а работаю именно в такой, даже не знаю, как сказать, в общем, это как смежная сфера, как организация науки, то есть эта работа по координации проектов означает, что мы общаемся с разными учёными, которые делают какие-то конкретные исследования именно в области рака, и мы смотрим, какие проекты именно сейчас актуальны, перспективны, успешны, какие проекты, может быть, уже немного зашли в тупик или устарели, и мы стараемся комбинировать их так, чтобы, в общем, центр всегда дальше продвигался и всегда переходил на новый уровень. Это очень-очень интересная работа, и, на самом деле, я бы её никогда не получила, потому что у меня не было опыта работы с таким большим количеством проектов до этого, но почему-то моего работодателя очень заинтересовал тот факт, что даже с молодых студенческих лет я была причастна к организации конференций. Так что спасибо, Владимир Иванович, и всей кафедре за то, что раньше в такое количество конференций было организовано нашей кафедрой, было две в год, ну, каждый год, получается, каждые полгода мы уже, после того, как одна конференция заканчивалась, мы начинали готовиться к другой, и студентам можно было помогать, если был интерес, поэтому мы, ну, вот Маша, моя подруга и я, мы всегда старались помочь, и были очень заинтересованы, и много таких вещей, каких-то маленьких, не знаю, как это называть, маленьких, в общем, научились тому, чтобы организовывать большую толпу людей, так, и решать проблемы очень быстро, и все такое, в общем, и вот этот большой опыт, он тоже положил какую-то базу во мне, что я смогла с этой новой профессией довольно-таки быстро справиться, и очень быстро получила новые-новые проекты под мою ответственность, то есть очень быстро стала развиваться, вот, и поэтому мне хочется отметить, что на самом деле раньше мне казалось в студенчестве, что то, что мое резюме выглядит так, что у меня там конференции, целый лист, и там три или четыре статьи, мне казалось это позорно, потому что у всех есть много конференций, а сейчас я понимаю, что это нечто особенное, потому что даже в самых передовых университетах западных стран нет такого опыта у студентов именно выступления перед публикой, нет опыта организации конференций и вот таких других областей, не только в физике, а в каких-то смежных, именно в организационных, и мне кажется, в этом большая сила состоит, именно моего опыта обучения на этой кафедре, и мне кажется, что это очень важно, что можно получить более богатый опыт. К тому же магнитный резонанс, он находится как бы на, поскольку у него столько много приложений, как Владимир Иванович уже сегодня рассказал, он находится на стыке очень многих областей, таких как химия, биология, физика, экспериментальная, физико-теоретическая и медицина, и вот все те приложения, о которых сегодня говорилось, и поэтому даже если в течение вашего профессионального пути у вас сместятся интересы, или фокус, или цели, или что-то еще изменится, то вы всегда сможете адаптироваться к новой проблеме. По-моему, Костя уже так сказал, или Виктория, но мне кажется, это очень-очень важный момент, потому что бывают, может быть, более, ну вот есть такие кафедры, которые очень успешны, и всегда на виду, и все хотят туда поступить, но они очень узко специализированы в одной области, и может быть, пойти на какую-то кафедру, где более многогранное обучение происходит, было бы даже стратегически более удачный выбор на втором курсе, так что я очень советую. И еще раз хочу поблагодарить Марину Германовну за то, что она всегда меня поддерживала и всегда вдохновляла своим примером. Среди мужчин на физике иногда тяжело свое место проталкивать, но вот я видела такой пример перед глазами, и мне было легче двигаться и даже через какие-то дни проходить, которые, может быть, были особенно трудные, но вот я видела Марину Германовну, ее энтузиазм, и мне было легче. И теперь я понимаю, что мне очень повезло с таким примером, с таким научным руководителем. Спасибо большое. Аня, спасибо вам за такие слова, конечно. Правда, я себя не чувствую, что я прямо борюсь тут среди векового мужчин. Ну, видите, это и хорошо, натурально. Я почти одна, так прекрасно вокруг, и в этом есть свои, так сказать, прелести. Очень приятно вас видеть. Да, мне тоже. Здорово, что вы пришли. Спасибо, Аня. Так, Марина Германовна, а видео от Юры у тебя? Да, это, наверное, Паша. Паша, у нас есть еще как бы здоровый мужчина с бородой, который, так сказать, тоже хочет поделиться своим опытом. У него видео. Он не только круг, да, что он не знал. Наш выпускник Юрий Жуков, тоже выпускник Марины Германовны, значит, он прислал видео для нас. Да, 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 я сейчас его попробую найти. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Юрий, и я являюсь руководителем направления фотоэлектронной спектроскопии в группе компании Exiton, занимающейся поставкой зарубежного аналитического оборудования на российский рынок. Несколько слов вначале о том, как я учился. В 2005 году я поступил на физический факультет, соответственно, где-то седьмого года у нас началась специализация, но самое интересное началось в 2009 года, после окончания бакалавриата, когда мы вступили в магистратуру, тогда на кафедру квантово-магнитных явлений. Соответственно, магистратура, на мой личный взгляд, является ключевым моментом, если вы обучаетесь именно физике, поскольку там начинаются, ну, по сути, индивидуальные занятия, поскольку кафедра все-таки маленькая относительно общего потока, и благодаря, в первую очередь, таланту лекторов на нашей кафедре, мне стало очень интересно обучаться, до этого в бакалавриате было не настолько интересно, и это привело в дальнейшем уже поступлении меня в аспирантуру, и в 2016 году я защитил диссертацию на соискание степени кандидата в физико-математических наук. В аспирантуре я занимался исследованием циолитов, различными методами исследования поверхности, как ядерным, не только поверхности, как ядерным магнитным резонансом, так и другими методами. Как раз в те годы в Санкт-Петербургском государственном университете открылся научный парк, создался точнее, и я принял непосредственное участие в его создании и начал работать в Центре физические методы исследования поверхности, где познакомился уже с другими методами исследования поверхности. Проработал там пять лет, после чего ушел в частную компанию, занимающуюся поставкой и обслуживанием загрубежного аналитического оборудования. Сейчас я являюсь руководителем направления в этой компании, отвечающей, собственно, за оборудование, занимающейся физикой или следующей физикой поверхности, в частности фотоэлектронные спектрометры. В рамках своих полномочий должностных, естественно, помимо встреч, обсуждений, сопровождения продаж и так далее, я занимаюсь так называемой аппликейшн, выполняю работу так называемого аппликейшн. Что имеется в виду? Я провожу исследования образцов заказчика, смотрю, подходит ли ему данное оборудование или нет, то есть, по сути, НИР делаю. На оборудовании, собственно, на фотоэлектронных спектрометрах, в том числе, пишу с заказчиками статьи в рецензируемых журналах, можно вот в скопусе, если интересно, кого посмотреть. Соответственно, после окончания, если вы защитили степень, то это является ключевым преимуществом при устройстве на работу фирмы, занимающейся остаткой аналитического оборудования, потому что это целый, на самом деле, пласт. Работы, назовем это так, где требуются квалифицированные кадры. Очень тщательно проходит подбор кадров. Поэтому, если вы специалист в области любой, необязательно, физики и исследования поверхности, в том же ядерном магнитном резонансе, если вы специалист, то вы легко себе сможете найти работу при желании, конечно, сменить научную стезю. То есть вы можете, если пойти по науке, вы можете поехать на постдока, там устроиться за рубеж, в Америку, в Европу. Но если вы хотите остаться в России и по каким-то причинам уже не заниматься наукой, всегда можно устроиться в фирмы, занимающиеся поставками аналитического оборудования. К сожалению, сегодня, в данное время, когда у вас проходит вебинар, я занят, как всегда, времени очень мало. Поэтому передаю привет огромный всем нашим коллегам. И выбирайте нашу кафедру, вы не пожалеете, отличные лекторы. Андрей Владимирович, предадите мне слово, я его, правда, уже взяла. Марину Герману, вы уже взяли слово. Ну давайте, ну вы как бы не сильно его и держали, как бы было отнять легко. Вот, ну что, наверное, давайте тоже вот на этой практически радостной ноте я буквально пару слайдиков покажу на предмет, может быть, такой заключительный. Да, сейчас мы найдем где-то по-нас что. Где-то тут все было. Сейчас все здесь на той же самой страничке. Итак, значит, давайте. Как сказал Юра Жуков, так, минуточку, куда это все делось? Вот, как сказал Юра Жуков, приходите на нашу кафедру, не пожалеете. Почему? Потому что так, это мне не нравятся вот эти вот. Вот, вам тоже видно, извините, прошу прощения, вам тоже видно вот эти вот странные вот это вот. Нет, 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 тут там ничего не видно. Хорошо, вы видите только презентацию, да? Да. Хорошо. Ну так вот, значит, чем, значит, если вдруг вы выберете, а мы надеемся, потому что мы так, как бы, мы так считаем, что у нас самые лучшие коллективы, у нас самые замечательные выпускники, самые лучшие преподаватели, так вот, если вы решите, что вдохновитесь, значит, нашими речами, да, и вы решили поступить на профиль магнитного резонанса, то будьте готовы к чему? Ну, вообще-то, проявить заинтересованность в научной работе, потому что если вы придете, как бы, такие незаинтересованные, ну, давай, учите меня, ну, ничего не получится, да? То есть этот интерес наш к вам, а ваш, собственно, к нам и к науке, он, конечно, должен быть обоюдный, да? Дальше, конечно, для какой-то вот такой вот успешности, да, нужно уметь и, как бы, быть готовым, что нужно самостоятельно уметь читать и анализировать научную литературу. Вообще-то, об этом как-то не говорилось, и это иногда студентов удивляет, что, ну, когда вы начинаете что-то изучать, да, то большое, то есть вам не все расскажут. Очень часто вам говорят, ну, знаешь, очень здорово, вот такая тематика, но для начала почитай литературу по этому предмету, почитай самостоятельно, пожалуйста, знакомься с передовыми 5-ш статьями. Без этого, к сожалению, никак, поэтому к этому нужно привыкать. Если у вас сейчас есть английский, сантий-пекингвиш, это очень важно, да, то есть действительно это очень важная часть обучения и обучение научной деятельности, в том числе это читать, анализировать, потому что потом нужно будет писать самостоятельно на английском. Также будьте готовы, в общем-то, получать и обрабатывать экспериментальные, ну, либо теоретические результаты, в связи с того, чем вы будете заниматься, да, потому что это тоже не так уж как бы и просто, вот, но я буду сейчас кратко, поэтому не буду по каждому фонту на 15 минут. Очень важно также самостоятельно планировать следующий шаг работы, потому что не всегда будет так, что вот вы придете и говорите, ну, вот делай вот это, я сделал, молодец, ну, теперь вот это делай, я сделал, молодец. Так вот, цель обучения, в том числе на кафедре обучения, это научить вас вот этому самостоятельному, вот этому мышлению, самостоятельной стратегии, да, какой-то, чтобы куда пойти дальше, вот я что-то изучил, я что-то прочитал, я узнал что-то новое, да, так вот, а давайте попробуем, то есть нужно не стесняться предлагать что-то свое на основе, естественно, полученных дат. Ну и, соответственно, нужно учиться и не бояться представлять свои научные результаты на конференциях и самостоятельно, опять же, писать научные статьи. Это возвращаемся к пункту третьему, это к второму, да, что нужно уметь читать, как это ни странно, и нужно уметь писать. Кроме того, будьте готовы, да, что за все это вы получите бесконечное моральное удовлетворение от качественного проделанной работы. Это действительно очень здорово, когда вы что-то там запланировали, что-то провели, а что-то получилось. Или наоборот, вы что-то там сделали, у вас что-то не получилось, вы посидели, погрустили, а потом увидели, что оказывается, за этим есть что-то более, даже более интересное, чем если бы у вас просто произошло все так, как запланировано. Иногда вот этот отрицательный результат, этот отрицательный результат, это тоже результат. Иногда отрицательный результат, это просто такой положительный результат, на который вы даже представить не могли, а вот он есть. Также будьте готовы, опять же, участвовать в международных программах обмена. Вот тут ребята говорили о том, что они достаточно много подавали различные проекты на мобильность, просто на финансовую поддержку. Поэтому это действительно нужно, нужно определенная энергия, задор и нужно, опять же, упорство, потому что не будет так, что вот вы такой красивый написали себе проект, и вам его тут же поддержали. Нет? Ну, может, и да. Да. Но очень часто бывает так, что вы, допустим, планировали какое-то участие в каком-то мероприятии, вам отказали. Нужно быть упорным, еще раз подумать, переосмыслить, снова подать, снова подать. Ну, это как бы по первым, там, у них, в конце концов. Кроме того, еще вот будьте готовы участвовать в коллективных грантах. О чем здесь? О том, что у нас студенты, в общем-то, довольно сильно вовлечены в научную работу, которая ведется на качестве, да. То есть студенты у нас участвуют в грантах, и, соответственно, а это что значит? Не просто, что вы там числитесь, а то, что вы выполняете работу какую-то, и эта работа, и, как любая работа, это, соответственно, отчет и ответственность какая-то, да. То есть нужно быть готовым к этой ответственности. Ну, и, соответственно, получив, или, как бы, все эти знания и так далее, получив умения, навыки, вот эти вот, то есть вы получите эти знания, умения и навыки, это, по-моему, даже Виктория, мне кажется, что-то очень красиво она сказала, у меня не получится, так сказать. Ну, вот, ну, смысл-то, в общем-то, в том, что эти полученные знания и умения, они вам пригодятся в последующей деятельности, и это даже не важно, будет она связана именно с наукой, или она будет связана с чем-то еще. Ну, это, значит, общие слова. Значит, здесь вот слайдик, как о конференции говорили, много о конференции, действительно, у нас сейчас ежегодно, ну, как у нас на протяжении долгих лет проходит конференция. Называется у нас «Пинус», в принципе, можно набрать «Пинус» в интернете, и, в общем-то, наверное, одна из первых строчек, если еще уточнить, что это конференция, это точно первое СТАК, если они вывалятся, да, то есть можно зайти и посмотреть, что это такое, то есть это мероприятие, с которым у нас ежегодно принимают огромное количество участников и, естественно, из Санкт-Петербурга университета, с нашей кафедры, естественно, и из других городов, и очень много и студентов, и электоров из-за границы, то есть, в общем-то, это такой международный статус у нее, не просто так, это действительно международное некое такое событие, вот, и студенты, в общем-то, у нас с первых курсов, ну, как бы, с первых курсов работают на кафедре, результаты свои там не только публикуют, они представляют, и устные доклады делают, и постеры, и, в общем, ну, и как вот Таня отмечала, участвуют в организаторской деятельности, это тоже, в общем, важный опыт. Тоже говорили неоднократно о Центре магниторезонансных методов исследования, то есть, это ресурсный центр, в котором сосредоточено ЕМР-оборудование. Очень многие студенты прошли у нас не просто практику, то есть, они там, будучи даже студентом магистратуры, были, будучи аспирантами, проработали в этом Центре в качестве инженеров, а это, вообще-то, позволяет получить огромный опыт, причем не просто опыт, это еще опыт, подтвержденный определенной, в общем-то, записью студовой книжки, да, то есть, это опыт, который очень помогает и помог дальше продвинуться вот в научной карьере. У нас, в общем, достаточно, не знаю, на десяток, если вспомнить, студентов, которые, работав там, дальше, в общем-то, и сейчас работают в различных мировых центрах, и здесь, значит, мы красивые здесь, пожалуйста, тут собраны практически все фотографии, здесь, по-моему, нет Надежды Шевелевой, но надо будет добавить, да, это наша молодая сотрудница, вот, так что, если какие-то вопросы, здесь адреса указаны, можете писать, я думаю, все с удовольствием откликнутся на вопросы, если они у вас какие-то появятся, а это как нас найти, значит, еще разочек я конкретизирую, что речь идет, с одной стороны, о кафедре ядернотических методов исследований, но, значит, это конкретно отдел квантовых магнитных явлений, или, как мы себя называем, КМИЯ, мы располагаемся в НИФе, это корпус Л, и занимаем, в общем-то, с 1 по 3 этаж, ну, не весь, как бы, не весь, как бы, не весь, там, первый, второй, третий этаж корпуса Л, да, а какие-то некоторые, как бы, аудитории или, там, комнаты, которые вот сосредоточены вот в этой части, то есть, если вы находитесь в спецфак, вы выходите в спецфаках, заходите, заходите, поднимаетесь по центральной лестнице, это налево, вот прям прошла куча, да, и раньше вот в разных кубиках, в разных комнатах мы рассосредоточены. У нас есть тоже группа ВКонтакте, так что надеемся, что наш, так сказать, стрим, как тут выразился Костя, не оставил вас равнодушным, что у вас, по крайней мере, что-то зацепит, потому что кафедра действительно очень разносторонняя, очень разносторонняя, и, в общем-то, любой может найти в себе дело по интересам, и, пожалуйста, и в медицине, и в каких-то экспериментальных исследованиях, материалов самых разнообразных, огромное количество моделирования, потому что у нас многие коллеги занимаются моделированием, либо совмещают, как бы, моделирование и экспериментальное исследование. И, конечно же, вот в лаборатории биомолековой НМА под руководством Крымникова Николая Руслановича, он тоже контакты оставил, потому что, в общем, наши студенты, они при обоюдном желании, в общем-то, сотрудников лаборатории и студентов, они находят там себе интересное место.